Жан-Клод Романт Жан-Клод Романт Он знал, что ему некуда бежать Нужно думать, именно на этом этапе он принял свое страшное решение Допустил саму мысль о преступлении, которое стало завершением всей его истории Эта история о том, как казалось бы незначительная ложь Спустя 18 лет привела к убийству целой семьи 4 часа утра 11 января 1993 года Пожарный расчет французской деревушки Превес-Симуэн получает сообщение о пожаре Горел дом, принадлежавший местной семье Трагедия разыгралась в ночь на воскресенье Я хорошо запомнил о событии той ночи, поскольку меня разбудил вой сирен Когда мы ехали на место, даже на подъезде к дому Мы увидели красное зарево и пламя, вырывавшиеся через крышу Когда пожарные вошли в дом, их глазам предстала страшная картина В первой спальне мы обнаружили одного ребенка, во второй еще одного Это были мальчик и девочка В третьей комнате лежало тело матери Вскоре мы услышали, что случился пожар и что Флоренс и дети погибли в огне Мы были просто в шоке Тела Флоренс Романт и двух ее детей, Каролины и Антуаны Были вынесены из здания Единственным, кому удалось выжить в этом аду, оказался глава семьи Жан-Клод Романт Которого пожарные обнаружили на полу в одной из спален Мы хотели расспросить его, что случилось Мы пытались привести его в чувство, но потерпели неудачу Про себя мы подумали, какой страшный удар для этого бедного месье Который очнется и обнаружит, что вся семья погибла Полиция начала расследование Вскрытие трупов показало, что женщины и дети не задохнулись в огне Как предполагалось ранее А утопсия с большей долей вероятности показала, что жена Романда Скончалась в результате нескольких ударов в верхнюю часть тела Дети были застрелены из огнестрельного оружия Это была не просто семейная трагедия Это было убийство Пока Жан-Клод Романт приходил в себя в больнице Его дядя решил поехать в горный домик к родителям Жана Клода Он хотел сообщить им трагические новости Однако, когда он подъехал к дому, тот был заперт Взломав дверь и проникнув таким образом в дом Мужчина увидел страшную картину Его брат Эйм Романт И его невестка Анна Мари лежали убитые Сначала полиция предположила, что убийство Флоренс, Антуана и Каролины Может быть результатом ограбления Однако то, что были обнаружены еще трупы убитых родственников В корне изменило всю ситуацию Теперь следователям казалось, что все эти убийства связаны между собой Полиции хотелось получить ответ на вопрос Кто же мог так жестоко расправиться с родственниками мужчины У которого врагов-то не было Все друзья отзывались о семье Романт Как об образцово-показательной Однако не все так просто Под маской идиллией скрывалась смертельная тайна Соседи знали его как Жанна Клода Романда Сотрудника Всемирной Организации Здравоохранения Сокращенно ВОЗ И блестящего специалиста в своей области Флоренс, так звали жену Романда Иногда подрабатывала в местной аптеке Однако все знали ее как любящую жену и заботливую мать Дочери Флоренс и Жанна Клода Романт Каролине было 7 лет Ее младшему брату Антуану 5 Каролина была очень милым ребенком, была приветлива Хорошо училась в школе Антуан был более шаловливый Мне вспоминается, что он был довольно активным и шевутным мальчиком Он был высоким для своего возраста и с отца Для Жанна Клода семья была средоточением всей вселенной Он был идеальным человеком Он был успешен, обеспечен, заботлив Он был для меня примером для подражания Итак, 5 человек лишились жизни Однако полиция все еще не нашла след убийцы Романт оставался в больнице С ним невозможно было поговорить Поскольку он находился в шоковом состоянии Следователи были вынуждены искать ответы на вопросы в другом месте Однако, когда они позвонили на работу Романда Там о нем никто не слышал Это было только первое из всех шокирующих откровений Оказывается, никто не знал настоящего Жанна Клода Романда Трагическая смерть всей его семьи всколыхнула целую волну газетных публикаций Газеты и журналы пестрели с головками о том Как уважаемый доктор, сотрудник Всемирной организации здравоохранения В одночасье потерял всю свою семью Полиции было известно, что Романда работал там 9 лет Поэтому они решили начать именно оттуда Первым делом следователи связались с отделом кадров ВОЗ Чтобы убедиться в том Что и так всем было известно Каково же было их удивление, когда они узнали Что среди сотрудников этой организации Нет человека по имени Жан-Клод Роман Полиция проверила все больницы в Париже, в которых якобы работал Роман Но там никто не слышал о таком Наконец, они позвонили в Одрему Медесине Ассоциацию медицины Франции Если Роман когда-либо занимался медициной Его имя должно быть в списках ассоциаций Они обнаружили, что человек по имени Жан-Клод Роман Никогда не был зарегистрирован в Одре де Медесин Это означало, что Роман никогда не был доктором Его друзья не могли в это поверить Его представляли мне как доктора Причем доктора, работающего в ВОЗ Такие вещи никому и в голову не придет проверять И сомнений ни у кого не вызывает Следователи выяснили, что Роман действительно поступил в медицинский колледж И проучился там год Так началась и закончилась его карьера медика Теперь у полиции был основной подозреваемый Но кто он? Через несколько дней после пожара Роман наконец начал давать показания Во время сеансов с психологами Он рассказал правду о секретной и болезненной двойной жизни Которую он вел на протяжении 18 лет Когда я впервые увидел Романда Он выглядел очень измученным Он испытывал очень большой стресс И его психическое состояние было нестабильным Роман рассказал, что роковым моментом его биографии Стало одно утро 1975 года Он готовился к заключительному экзамену второго года обучения Однако в самый последний момент Он просто не смог заставить себя пойти И остался в кровати Томот не смог сознаться родным Он просто не пошел на экзамен Поэтому родителям и родственникам Он сообщил, что все в порядке Это ложь Стала началом конца его жизни И определила судьбу его семьи Впервые он соврал, еще будучи студентом Он соврал родителям, которые обожали его И бесконечно в него верили Они ожидали от него отличных оценок Затем он решил соврать еще раз Почему бы нет Он осознал, что люди ему постоянно верили Он мог придумывать всякие небылицы Создавать свой обманчивый образ И это каждый раз работало Роман вернулся в колледж на третий день И все последующие годы обучения Ему удавалось внушать всем, что он гениальный студент Мой друг, он тоже врач Всегда говорил мне, что без Жанна Клода Он бы не смог сдать экзамены По его словам, Роман знал всю программу на зубок Все знали, что он успешно сдал все экзамены На диплом квалифицированного врача Учаясь в колледже Роман сблизился с очаровательной студенткой Флоренс Кролет Вскоре они поженились Несмотря на то, что они стали одной семьей Флоренс не подозревала о том, что он не такой уж великолепный студент В день бракосочетания Жан-Клод и Флоренс были по-настоящему счастливы Они были хорошей парой Флоренс была противоположностью Жану Клоду Она любила компании, прогулки, встречи с людьми Она была веселым человеком С отличным чувством юмора Флоренс также провалила экзамен на втором году обучения Однако она перешла на другой курс и получила диплом квалифицированного фармацевта Она была уверена, что в ее семье все равно будет один врач Казалось, у Романда было все Привлекательная жена Успешная карьера врача Сначала он заявлял, что работает в больнице города Парижа Потом, что он является сотрудником института медицины в Лионе И только он знал правду У него не было медицинского образования Вся его работа — это вымысел чистой воды Он успокаивал себя тем, что это был единственный выход из создавшейся ситуации Но эта мысль отнюдь не делала его счастливым Мне кажется, он просто попал в адский круг, уходящий вниз спираль, которая имела демоническую сущность Мне кажется, что Роман даже представить себе не мог К чему приведет эта ложь? В 1983 году семья Романда переехала в богатую французскую деревушку недалеко от Швейцарии Жизнь налаживалась Жан-Клод сообщил жене, что он получил престижную работу И проводит самые современные исследования в ВОЗ в Женеве Всего в нескольких километрах от границы Вскоре супруги Романда познакомили с семьей Лука Перрина, которые жили по соседству Я впервые встретился с Читой Романда, когда у них родился первенец У Жана Клода был нелегкий характер Он все больше молчал Когда мы встречались, он был немногословен Он был не из тех, кто является инициатором в разговоре Жан-Клод был всегда дискрит Он не был человек, который ведет конверсию Романт объяснил жене, что у него столько дел на новой работе Что ему лучше не звонить, а посылать сообщения на пейджер Каждое утро он уезжал на несуществующую работу Как только он пересекал границу Швейцарии, начиналась его другая жизнь Для Жана Клода важно было не только лгать о том, какой он успешный врач Ему хотелось проживать каждый момент этой лжи Он регулярно ездил во Всемирную организацию здравоохранения И входил в здание С таким видом, как будто на самом деле здесь работал Он проводил время в библиотеке ВОЗ Проводил медицинские исследования Он просматривал периодические здания Писал письма на внутренний почтовый ящик организации Который находился в этом же здании Однако Рамон понимал, что для того, чтобы уверить всех в том, что он и вправду занимает высокий пост Ему необходимо делать все то, чем занимается одаренный сотрудник И поэтому, когда он открыл для себя, что ключевым моментом в принятой им роли являются зарубежные командировки Он решил регулярно уезжать, в кавычках, по делам Все бы ничего, но все его так называемые командировки начинались и заканчивались в гостинице при аэропорте Говоря семье, что уезжает на несколько дней, Рамон проводил все эти дни в гостиничном номере Когда срок такой командировки истекал, он просто покупал в магазинчике при аэропорте сувениры, якобы привезенные им из заграничных поездок Однако самым главным условием успеха была необходимость демонстрировать свои познания в медицине Поэтому он время от времени уезжал в швейцарскую глубинку Делал он это только для того, чтобы несколько часов позаниматься, а потом, не моргнув глазом, превзойти самых выдающихся специалистов В то время я был настоящим доктором, а он только притворялся им Однако после каждого нашего разговора у меня оставалось впечатление, что он исключительно хорошо разбирается в медицине Он даже обдурил одного из моих друзей, кардиолога Роман притворялся, что проводит исследования в области кардиохирургии Он долго обсуждал всякие вопросы, и когда Жан-Клод ушел, мой друг сказал мне, что чувствовал себя против него, как гетцадовец Поэтому никто ни о чем не догадывался Жизнь в деревне, на франко-швейцарской границе и поддержание мифа о собственной и успешной карьере стоит дорогого С рождением детей, Каролины в 85-м и Антуана в 87-м, Роман стал ощущать финансовые трудности Единственным добытчиком в семье стала Флоренс, которая работала на полставки фармацевта Однако жизнь на границе со Швейцарией помогла Романду найти средства для поддержания своей двойной жизни Он сказал родственникам и друзьям, что у него есть доступ к швейцарским банкам Он утверждал, что может вложить деньги под необычайно хорошие проценты Для его теста это показалось отличной возможностью Когда отца Флоренс уволили по сокращению штатов, Роман немедленно предложил ему свои услуги Он сказал тесту, что может положить его деньги под очень хорошие проценты в один из швейцарских банков Отец Флоренс никогда больше своих денег не видел Однако это было только начало швейцарских вложений Романда Он собрал деньги с других родственников, включая родителей Согласно документам он получил более 300 тысяч фунтов Однако конечная сумма может быть больше Однако получение этих денег означало, что Роман должен все еще более тщательно заметать следы Он все время был на чеку Потому что одна ничтожная ошибка могла привести к краху всего, что у него было Нелегко было играть роль Жанна Клода Романда Та сложность жизни, которую он построил, повлекла за собой изощренную ложь Самую большую сумятицу в уме Романда порождало необходимость лгать собственной жене Жене Флоренс С ней Жан Клод должен быть на чеку 24 часа в сутки Он играл в отличного семьянина, уделяя ей все свое свободное время Ей и детям Ей нравилось, что Жан Клод взял на себя ответственность за все И она могла не беспокоиться за семью Роман должен был убедить в своей успешности всех и каждого Даже своих собственных детей Роман посадил детей в машину и сказал им, что покажет, где работает папочка Они подъехали в Женеву К зданию ВОЗ Роман сказал детям, посмотрите, вон на те окна Это мой кабинет, там я работаю Разгадку такого поведения Жана Клода Романды необходимо искать в его собственном детстве Ответ на все вопросы может быть в том, что на него были возложены все чаяния семье Он родился и вырос в горной французской деревушке Клерво Он был застенчивым, тихим мальчиком, хорошо воспитанным Роман был единственным ребенком в семье Он поздно появился на свет и для своих родителей он был, как говорят французы, маленьким божеством Родители Романда, обожавшие его, были людьми среднего достатка Его отец работал лесничем, мать вела домашнее хозяйство Уже с раннего детства Жан Клод показал себя одаренным мальчиком Более образованным, чем его мать и отец Подрастая, мальчик все больше ощущал давление со стороны родителей и родственников Которые возлагали на него большие надежды прочь ему карьеру врача Я всегда был уверен, что ему все легко удастся Ему всегда все прежде удавалось на отлично Поэтому я не сомневался, что так и будет на этот раз Психиатр, обследовавший Романда, пришел к выводу Что отношение семьи Романда к нему во многом определило то, что у него возникла психическая дисфункция Называемая нарцицизм Люди, страдающие этим заболеванием, имеют завышенную самооценку И не признают правил, установленных для всех остальных людей Это происходит, когда дети получают или слишком много, или наоборот, слишком мало внимания Такому человеку всегда недостаточно похвал Ведь похвала повышает его уверенность в себе Ему кажется, что он не такой, как все У таких людей есть склонность к нарциссизму Они строят отношения на образы Они все время задаются вопросами Живу ли я в соответствии с тем образом, которого хочу придерживаться Или же мне нужно обманывать В таком случае реальность не в счет По мере того, как рождались дети, расходы Романда возрастали в геометрической прогрессии Он ездил на БМВ Всегда следил за тем, чтобы его жена и дети были хорошо одеты Когда дети подросли, он отправил их в престижную частную школу Однако украденные Романдом деньги подходили к концу Когда он услышал о том, что дядя Флоренс умирает от рака Он разработал отчаянный план Жан-Клод Роман заявил, что работает над созданием препарата, способного вылечить рак Он предложил родственнику экспериментальные лекарства в обмен на очень большие деньги Он сказал дяде Флоренс, что препарат еще не поступил в свободную продажу Однако тут же пояснил, что может достать его за деньги Умирающий немедленно отдал Романду 60 тысяч франков Это примерно 6 тысяч фунтов Однако лекарство не помогло И через год мужчина умер Роман так искусно сплел сеть двойной жизни, что просто не мог признать правду Он зашел слишком далеко Роман постоянно жил с ощущением гнусности того, как он жил Это преследовало его и день, и ночь Он не спал по ночам, смотрел в потолок и думал Как все это кончится? Роман знал, что рано или поздно удача изменит ему И такой момент настал, когда он встретил женщину, из-за которой разрушилась его двойная оболочка К 1992 году Роман впал в крайнюю степень отчаяния У него был короткий роман с женщиной, которая стала причиной его падения Вплоть до этого дня ее имя никогда не придавалось согласке Она судила Жану Клоду эквивалент 90 тысяч фунтов для инвестиций Однако и эти деньги быстро утекли Понемногу стали всплывать моменты, свидетельствующие о том, в каком состоянии стресса находился Роман Роман так сильно потел, из-за того, что ему приходилось все время быть на чеку Что он должен был дважды в день менять рубашки В течение многих лет Роман знал, что любой телефонный звонок, любая случайность могут разоблачить его двойной жизнью Именно так и случилось Конец начался в тот день, когда на стол сотрудника ООН Жанна Люка Перрина Лег выпущенный недавно справочник с телефонами сотрудников ВОЗ Я получил справочник ВОЗ в декабре 92-го года Я сразу стал искать в нем имена своих друзей и знакомых Нашел всех, кроме имени Жанна Клода Романда Я был очень удивлен, потому что, по меньшей мере, странно не иметь номера телефона, занимая такую должность в такой организации Пришло Рождество, жена Перрина столкнулась с Флоренс на улице Жена спросила Флоренс, была ли та на рождественском приеме в ВОЗ И Флоренс была очень удивлена Она ничего об этом не знала Флоренс даже расстроилась, что Жан Клод ничего не сказал ей о вечеринке Флоренс не могла взять в толк Почему такой заботливый отец и муж не взял ее и детей с собой на прием? Она чувствовала что-то не так Она часто в шутку называла Жанна Клода шпионом Это был повод посмеяться Но теперь у нее возникли подозрения Наконец, она не на шутку разволновалась По мере того, как беспокойство Флоренс росло Роковой удар Роман получил от своей бывшей любовницы, которая потребовала вернуть ей деньги Он знал, что ему некуда бежать Нужно думать, именно на этом этапе он принял свое страшное решение Допустил саму мысль о преступлении, которое стало завершением всей его истории Страдающие нарцицизмом люди часто мнят себя центром вселенной Поэтому они просто не могут решать проблемы нормальным способом Именно так Жан-Клод Роман пришел к такому решению, как убийство Жан-Клод Роман полагал, что для его близких будет лучше умереть Чем узнать о нем нечто такое, из-за чего его идеальный образ померкнет В среду, 6 января 1993 года, он поехал в Лион и снял со своего счета тысячу франков Спустя несколько минут, он отдал половину денег нищему Через полчаса он вернулся к банкомату и снял еще тысячу франков Однако на этот раз он оставил деньги у себя Роман направился в оружейный магазин, где приобрел пистолет, патроны и глушитель Он также купил несколько газовых баллончиков Перед уходом он попросил завернуть покупки в подарочную обертку Спустя два дня Роман повез всю семью за покупками на день рождения Они купили конструктор для вечеринки, на которую его сын Антуан пригласил друзей на следующий день Для вечеринки, которая так никогда и не состоялась В ту ночь, когда дети спали в своих кроватках Жан-Клод убил свою жену, разморжив ей череп Ее тело пролежало в спальне всю ночь На следующее утро Роман, как ни в чем не бывало, разбудил детей к завтраку Он усадил их смотреть телевизор, включил им мультфильмы, а потом снова уложил их в постель Как только они заснули, Роман взял оружие, зашел к ним в спальне и убил детей одного за другим Затем Жан-Клод Роман вышел из дома Он шел по улице, прошел мимо аптеки, в которой работала его жена Прошел мимо церкви, куда ходил вместе с семьей Зашел в местную булочную, где встретил друга своего сына Жан-Клод выглядел совершенно обычно Как говорит наш сын, он, как всегда, купил газету и хлеб Однако Роман еще не закончил убивать После завтрака он взял оружие, сел в машину и поехал к родителям Когда он приехал, старики очень обрадовались Они были рады, что к ним приехал успешный сын, которым они так гордились Они не подозревали о том, что всего в 80 километрах отсюда В доме их сына лежат тела их невестки и внуков После обеда Роман застрелил обоих родителей Затем он позвонил своей последней жертве Женщине, которая требовала обратно свои деньги Он пригласил ее пообедать с ним Роман был в смятении после убийства своей семьи и родителей Он встретился со своей любовницей и сказал, что они едут ужинать Однако это была уловка Он притворился, что с машиной что-то случилось Роман заставил женщину выйти из машины и набросился на нее, пытаясь задушить обрезком провода Затем он выпустил струю газа ей в лицо Однако женщина отчаянно боролась Вдруг без всякой видимой причины Роман отпустил ее и извинился за свое поведение Он отвез ее домой и вернулся в свой дом, где лежали убитая им жена и двое маленьких детей Он сел в гостиной перед телевизором и стал перебирать кассеты Роман сидел на диване, смотрел телевизор, бездумно переключая каналы Он смотрел все подряд, от мультфильмов до порнографических передач Следствие установило этот факт, поставленный в видеомагнитофоне кассете Он переключал каналы один за другим, не задерживаясь ни на одном Следователи полагают, что таким образом он пытался стыреть снятое семейное видео В тот вечер Роман попытался покончить с собой Он облил дом бензином и поджег его 18 января 1993 года Жан-Клод Романт был арестован за убийство своей жены Флоренс Двоих детей, Каролиной и Антуана, и своих родителей Эйма и Анны-Марии Романт В полутора километрах от их сгоревшего дома полиция обнаружила брошенный автомобиль БМВ Романда В бардачке лежала таинственная записка, которая звучит скорее как признание Случайность или несправедливость может привести к безумию Когда друзья Романда узнали правду, они были потрясены Я подумал, что газеты ошиблись А потом, когда мы узнали правду, это было как горькое пробуждение, как холодный душ Мне все еще трудно в это поверить Можно долго над этим думать и все еще не осознать, что все это правда Я никогда не забуду, как после всего случившегося мы с подозрением смотрели друг на друга Не зная, тот ли это человек, за которого себя выдает Ведь мы знаем людей только с их слов, с того, что они нам говорят Мы не пытаемся вникнуть в их суть Жан-Клод Ромон был признан виновным в убийстве пятерых членов своей семьи 2 июля 1996 года ему был зачитан обвинительный приговор Пожизненное заключение без права на подачу прошения о помиловании в течение 22 лет Сегодня о нем отзываются как о примерном заключенном, который раскаивается в содеянном Когда он говорит, что раскаивается в своих преступлениях Что действительно сожалеет Лжет ли он? Или это на самом деле правда? Очень трудно это понять Субтитры создавал DimaTorzok